Ребята, привет! С самого утра хотела сегодня снимать для вас влог, но опять все забыла. Отвела уже ребенка в садик, хотела прям по дороге снимать. Ну хотя, как снимать, тоже в машине, наверное, если только что-то бы сказала вам. Так, рядом со мной Шкода паркуется, надеюсь, она ничего, все в порядке будет. Отвела я сейчас мелкого в садик. Не обращайте внимания, у меня тут нос весь ободранный, потому что насморк. Ну как, не обращайте, обращайте, но не судите строго, да. И приехала, мне надо в деловые линии, сейчас там забрать небольшую посылочку на 6 килограммчиков. Покажу вам, наверное, видео, что я там заказывала и откуда, тоже все расскажу. И сейчас еще заехала в поликлинику, надо на завтра мне бы записать старшего на прием. Сказали, на вторник записать, завтра вторник, 1 марта. Я не знаю, есть ли места. В пятницу я, как всегда, забыла позвонить, записаться. В общем, сегодня я приехала сама, но тут просто по дороге недалеко у нас будет ПЭК, компания транспортная. Сейчас я пойду и надеюсь, что хотя бы одно местечко там есть для нас. Ну и дальше я вам расскажу. Конечно же, записи на завтра нет, есть на любой день, но на завтра нет записи. Вот, придется с 11 до 14, завтра прием, идти, сидеть и ждать. Так, да. А второго числа у нас утренники у младшего, причем сделали в 9 утра утренник. Если бы я не сидела на больничном, я бы вообще на него не попала. Но слава богу, что я на больничном, потому что утренник-то 8 марта, и мне посвящено. И мне очень хочется на него, естественно, попасть. У старшего, по-моему, в 5 часов вечера, но не знаю, пойдем ли мы, может быть, и не пойдем, потому что, не знаю. В принципе, конечно, они очень хорошо выступают всегда, мне очень нравится смотреть так. Прямо сидишь, там чуть ли слезу не пустила, смотришь на этот утренник, на детей, и такие еще маленькие выступают, что-то уже там понимают. С одной стороны хочется, а с другой стороны, не знаю, посмотрим, как мы будем себя еще чувствовать. От того, что я даю ему антибиотики, понятно, что ему тяжело. Но у нас горло, с горлой проблема постоянная, и поэтому антибиотики почти всегда выписывают. Приехала я в ПЭК, они работают с 9 часов, оказывается. Ну, то есть, никак, оказывается, я уже с утра посмотрела в интернодии график работы. Так-то вроде все открыто, сейчас пойду уже смотреть, но тут куча машин у входа. Наверное, я явно буду не первая. Просто сегодня, что, понедельник? Да, понедельник, получается. И, естественно, все, кто вчера получили смс-сообщение о том, что груз им поступил, все приедут сегодня получать. Этот груз, наверное, таких будет немало. Еще какая-то девушка прирулила. Я раньше всегда получала в деловых линиях груз, ну, потому что деловые линии раньше располагались именно здесь, а потом они переехали на другой конец города. И хоть я привыкла как бы к ним, к девочкам уже ко всем, там меня все знали, естественно, я уже перешла как-то в компанию ПЭК, потому что она мне экономит кучу времени и кучу бензина из-за того, что близко, из-за своего близкого расположения. Давай, субь. Все, получила я свой мешочек достаточно быстро. Вон он сзади у меня лежит. Шесть килограммчиков сама унесла. Такая всесильная женщина. Сейчас домой поеду. Надо видео снять про этот мешочек и быстренько его обработать. И там мне должна быть шапочка. Которая я давно мечтаю. Я, короче, тут размечталась за эти магазины Рио. Не знаю, вам, наверное, не видно. Рио здесь рядом. С поликлиникой еще я в него тут заходила как-то после того, как ходила в поликлинику, тоже с ребенком. Но они работают с 10 часов, а сейчас еще 9.14. А, я хотела посмотреть, сколько стоят динозавры. Игрушки такие, большие динозавры, типа как в истории игрушек, знаете, был такой динозавр. Я бы разных видов хотела ребятам своим купить. Без всяких там этих самых двигающихся лап, встроенных разговоров или чего-то такого. Просто обыкновенный динозавр, фигурка динозавра, но не маленькая, а большая. Но, короче, они с 10 часов только работают. Вообще не понимаю, как можно начинать работать так поздно. Мне кажется, все должны часов с 6-7 начинать работать. Уж извините, что я так считаю. Сама только с 8 часов, ну как минимум с 8 часов. Почему все работают в деловые линии, с 9 часов работают? Вообще жесть. Поликлиника с 8, значит, и деловые линии тоже с 8 должны часов работать. Магазины хотя бы с 9 могли. Я бы сейчас зашла, посмотрела. Правда, я, наверное, только бы посмотрела, а ничего не купила. Ну ладно, на дорогу на большую буду выезжать. Заканчиваю болтать. Распаковала я сейчас посылку, но там оказалось не все. Мне не прислали этих шапок, которые я хотела померить, показать вам, как они сидят на мне и себе что-нибудь оставить. Прислали всего 3 шапки, но они такие вот фейковые, типа под Adidas сделанные. Немножко разные. Я сейчас вам покажу, как в них мне. Ну и сама заодно потом Кузя посмотрю это видео и подумаю, может быть, мне какую-то из них оставить. Сейчас померяем эти шапочки. Эта черная шапка дороже всех стоила, 140 рублей, но она без подкладки внутри. На мне она смотрится вот так, но я черную шапку не хочу. Она такая какая-то тонкая и странная вообще. Далее вот такая розовенькая шапка. В нее уже есть флисовая белая подкладка. Я, конечно, рассчитывала наоборот, что они будут без подкладок. Будут такие больше весенние. И вот она, короче, на мне. Но здесь дело в том, что подкладка не на всю шапку, а вот подкладка меньше, чем шапка. То есть ее нужно подгибать, как-то вот так вот здесь носить. Третья шапочка, на которую я более всего рассчитывала, она на картинке была немного посветлее. Кстати, видео может быть тоже посветлее, чем в реальности смотрится. Такая вот. У нее тоже она с подкладкой, но у нее уже подкладка черная флисовая. Но мне она вот так, кстати, вроде и ничего. Она такая ярче всех. Получается. Ну вот мне она, мне нравится, что у них подкладка не на всю длину шапки. И надо вот обязательно так делать. Я что-то так не люблю. Такая она непонятная. Так-так, к синей моей куртке, наверное, к серо-синей подойдет. В принципе, не знаю. Посмотрю сейчас еще это видео. Но кажется, она лучше всего, потому что черная точно мне не идет. Розовая она слишком светлая. Это более яркая такая. Но я хотела выбрать другую. Там были у меня с помпонами, шапки-то такие, с ушками. А здесь что-то вообще не то. Может, тогда ничего не надо. Наверное. Еще из всего этого заказа я точно себе оставлю вот такие вот простые домашние тапочки. Они без скидки здесь 119 рублей. Но минус 30% скидка. Что-то около 80-90 рублей. Здесь такая удобная штука. Они тут не тканевые, а в какую-то, как называется, травку-нетравку сушеную. Размер мой как раз нормальный. Ну, такие простые. В общем, тапки себе оставлю точно. Каким-то чудесным образом мне прислали еще вот что. Хотя этого у меня в заказе не было. Может, это подарок. Надеюсь, не за все мои шапочки. А просто как подарок. Там в каком-то лоте они были, но потом они были вычеркнуты, что их нет в наличии. И вот они пришли почему-то мне. Странно, да? А это Кузьма, мой главный помощник. Он мне во всем тут помогал распаковывать эту посылочку. Всеми пакетами шуршал. Затяжек на всех вещах понаделал. И лежит теперь, отдыхает, в общем-то. Ну, да, забыла еще сказать. Шерсть везде пооставлял свою. Да, Кузя? Да, маленький? Ой-ой-ой. Все-то тебя ругают, да. Давно не покупала молоко вот в таких вот мягких пакетиках. Вчера купила, не знаю, сметанин какая-то. Ну, нормальная вроде торговая марка. Это сметанин. Оно и больше процентов, здесь 3-2. И по стоимости дешевле. Единственное, что здесь объем 900 мл, а не 1 литр. Вот сейчас хочу кофе с молоком и думаю, что же с ним потом сделать. Есть банка, но банка литровая занята водой для цветов. Нашла вот этот вот френч-пресс. Это был френч-пресс. Думаю, в него, если я перелью, интересно, у меня хватит сюда его места. Только не знаю, как потом закрою. А, ну можно же крышку от френч-пресса как раз взять. Там все разбирается и откручивается. Ага, сейчас мы это все сделаем. Еле открутила от крышки все эти железяшки. Ну, вот такая вот крышечка у меня получилась. И вот так вот я закрою все это дело. Она, правда, не держится, но ничего в холодильник. Там можно поставить, чтобы там постояло. Вот видите, даже френч-пресс можно как молочник, молочницу какую-то использовать. Молочник. Вот так вот. Что так подозрительно смотришь на меня? Кто у меня чуть в молоко не залез целиком и полностью, пока я его переливала? Кто это был? На стол забрался и побежал в молоко ужелезти целиком. Да, Кузя? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Смотрю в каталоге Арифлейм вот эти вот баночки. Очень хочу их заказать. Раньше еще были такие же желтенькие. То есть желтые, по-моему, тут, наверное, просто белое было. Это лосьон для рук и тела с розой и сандалом и жидкое мыло для рук. Еще есть мыло твердое. Не знаю, мне просто эти баночки доставляют какое-то эстетическое удовольствие. Так хочется просто их заказать, не использовать, куда-нибудь поставить. Мне кажется, они так здорово смотрятся. Вообще клево. От желтых я вообще фанатела. Желтые прямо сейчас заказала, но почему-то их сейчас нет. Подумаю. Может быть, в следующем каталоге в этом я уже выбрала кое-что другое. Но тут, если заказывать хотя бы две баночки, получается 1850 рублей. Ну, минус где-то около 20% будет скидка. Так как я консультантом, да, являюсь Арифлейм. То есть где-то 170 рублей, где-то около 700 рублей получается. Как-то дороговато, конечно, но, блин, так хочется вообще не могу. Первый раз у меня такое, что я вот смотрю и понимаю, что я хочу вот так вот поставить где-нибудь их просто, чтобы они стояли. Я даже прикасаться к ним не буду, просто буду наслаждаться ими. Салон просушивать. Как ты мне пальцы сделала? Сегодня последний день зимы, я решила последний день зимы идти в юбочки. Я не знаю, вам, наверное, видела, что я в своих смешанных этих ботинках и юбку надела короткую. Даже что я такое делаю там, закрываю сама себя. Я юбочку эту в Секунде покупала, вообще дешево-дешево, рублей за 50. И мне кажется, она такая моя-моя, совсем моя. Как будто специально для меня ее вшили. До свидания. Аренду, получается, оплачивать сейчас только в последний день месяца, потому что еле-еле накопим необходимую сумму. Раньше просто нет возможности. Просто как для примера, что ускорение там в 500, в 5. Спасибо, братья. Вот для меня. Пошу, пошу, пошу. Сейчас для меня это главное не платить. Это покажу. Вот я и гладу. Что-то проковаться негде. Вот эта травка для кошек, которую я вам показывала в последнем видео с фикс-прайсом. Не знаю, она уже вышла или не вышла у меня на канале. Три дня прошло. Смотрите, какие у нас тут всходы есть. Тут так смешно, в такую вот оболочку запеханы семена, типа... Так, тут же написано, была пшеница или что-то так... А, овес. Нет, подождите. Я ничего не вижу, короче, сейчас, как всегда. Да-да, овес, дренажный мешок из синтепона. Так, прикольно он прорастает. Вон, смотрите, штуки такие. Первые два дня вообще ничего не было. И сегодня, смотрю, такой вау, растет. Еще денечек. Поддержим его под крышкой. Смотрите, тут на, как делать, полить. Накрыть лоток крышкой, поставить теплое, хорошо освещенное место. Через 3-4 дня убрать крышку. И поддерживать мешочек во влажном состоянии. Еще пока есть. Через 8-10 дней свежая трава готова к употреблению. Интересно, будет ли у нас кот есть такую траву. Потом посмотрим, я вам расскажу об этом. Но я думаю, еще денечек она может быть закрыта. Так как еще не вся взошла. На подоконнике она у нас стоит. И потом открою ее завтра. И Кузе потом будем предлагать. Я чуть не проворонила время, когда надо за младшим идти в детский сад. Я так что-то устала. Сегодня дома сидеть. Нет, на самом деле ездили все по делам. Устрая после садика сразу ездила по делам. Потом муж, когда наконец-то проснулся. Я еще дома видео тоже одно снималась. Снова ездили по делам. Что-то приехали в 3 часа, наверное. Наверное, эти 2 часа вообще не заметила. Уставшая такая еду за мелким в детский сад. Вспомнила, что мне Тема должен был помахать. Но он, наверное, уже все. Убежал с кухни. Что-то мне уже не машет. Ну ладно, сейчас еще птичка какая. Какая птичка. Вот таких съемок я как-то постоянно ощущаю вдохновение, что ли, какое-то не вдохновение. Просто когда что-то такое новое, необычное, начинаешь делать, жизнь-то как-то интереснее становится. Вчера у меня какое-то такое вдохновение, не вдохновение было целый день. Мне хотелось что-то делать обязательно. Монтировать я вчера училась. Выложила. Сегодня, точнее, выставила дату. Завтра у меня первый ролик откроется. Типа какой мой влог. Сегодня снова снимаю, снимаю. С удовольствием. И вот тоже сегодня приду. Сейчас вот сюда снимаю, как мы придем домой. И буду тоже что-нибудь монтировать, пробовать. Вырезать. Мне нужно будет побольше попробовать. Вырезать, потому что я не умею. И сегодня у меня были какие-то ляпы. Я загораживала камеру рукой. Все портила, весь кадр. Сегодня буду пробовать что-то интересное делать сама. На самом деле, действительно, какое-то творческое занятие такое, да? Монтирование видео. Вроде бы ничего такого особенного на самом деле. Склеиваешь какие-то кусочки видео, что-то вырезаешь. Но какое-то вот это во вдохновение. Я испытываю не вдохновение, как-то так хорошо становится, весело. Вот. Сегодня я этим буду заниматься. Но сегодня, наверное, пока все. Больше нечего будет мне снимать. Только как мы из садика с маленьким побежим. Ну, все, не кричи больше, не надо. Сейчас еще кто-нибудь прибежит.